Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Президентский наказ. Разобраться с проблемами китайской туристической мафии, через которую вся прибыль уходит за рубеж, потребовал Владимир Путин. Диагностику и лечение на новый уровень. На базе клинической больницы номер два открыли долгожданное отделение гематологии и химиотерапии. Это отделение было очень нужно краю, и мы гордимся, что такое отделение появилось на базе именно краевой клинической больницы номер два. Формируем инженерное мышление. Фестиваль идей и технологий дал шанс приморцам попробовать себя в роли изобретателей. Создание машины может стать первым шагом в области будущей профессии, выбора профессии. Также в выпуске четыре дополнительных новых квартиры будут оформлены во Владивостоке для детей-сирот в этом году. И еще расскажем. Фестиваль «Мы едины» пройдет во Владивостоке в рамках празднования Дня народного единства. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Разобраться с проблемами китайской туристической мафии, через которую вся прибыль уходит за рубеж, пообещал президент России Владимир Путин. Речь пока идет о локальном ее сегменте, о деятельности в Приморье турфирм, принадлежащих гражданам КНР. С соответствующим обращением к президенту выступил председатель общественной организации «Клуб молодых предпринимателей» Константин Пригоцкий. По его словам, в Приморье большое количество компаний, аффилированных с китайскими партнерами, которые представляют проблему для развития туристического бизнеса региона, так как демпингуют цены на проживание, питание, экскурсии. Подробности в следующем материале. В Приморском крае тема серых схем приема и обслуживания китайских групп китайскими же гражданами звучала не раз. В 2018 году Ростуризм внес изменения в соглашения между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Для всех китайских туристических групп будет обязательным присутствие российского гида-переводчика. По статистике, только за последний год в рамках безвизового обмена группами туристов пассажиропоток между Приморьем и Китаем вырос на 32%. А всего в прошлом году Приморье посетило 300 тысяч граждан Китая. Очень красивый город, на улицах чисто. Сложно было добраться до некоторых мест, английские знают не все. Зато тут еда вкусная. Мы планируем вновь вернуться сюда в скором времени, чтобы начать путешествие по России. Ну, если говорить о красоте, тогда больше им понравилось смотреть на море, то, что оно замерзшее, это было для них необычное удивление. Город красив и восхитителен. Очень дешевая и вкусная еда. Были проблемы с навигацией, языковой барьер, но мы пользовались гугл-картами. Может быть, в следующий год мы вновь приедем к вам. Красочный город. Море, золотой мост прекрасны. С людьми мы не особо общались, но вот в такси были проблемы. Но все равно вернемся сюда снова. Однако, несмотря на увеличение численности гостей из Китая, отечественная туриндустрия и в Приморье, и в других регионах фактически оказалась в стороне от прибыльных бизнес-процессов, так как туристический сегмент Поднебесной, как заявляют туроператоры, оказался под властью транснациональной мафии. Представители российской стороны заявляли, что китайский бизнес сначала выкупил гостиницы и места общественного питания в крупных российских городах, затем начал ввозить в Россию собственный туристический автопарк, а потом и сезонных гидов-переводчиков. И теперь подавляющая часть средств, потраченная китайскими туристами в российских городах, уходит обратно в Поднебесную. Фирмы, обслуживающие китайцев, являются формально российскими организациями, но через заинтересованных лиц принадлежат китайским предпринимателям, которые финансируют данные компании и гостиничные комплексы и держат низкий профиль качества. И вот новость. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края подготовить предложение по дополнительному регулированию турбизнеса. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, что регион уже сформировал соответствующие документы и четкие механизмы налогообложения организаций там прописаны. В регионе работает межведомственная комиссия, включающая представителей УМВД, УФСБ, УФНС и Центробанк, которая регулярно мониторит гостиницы, заведения общественного питания и места турпоказа. Предпринимаемые меры уже позволили обезопасить туристическую отрасль Приморья и минимализировать серые схемы. Так, в 2018 году поступления от предприятий туристической и сопутствующих отраслей выросли и составили 5,9 миллиарда рублей, обозначил Олег Кожемяка. И вот теперь Приморья предлагает для системного решения разработать и внедрить национальный стандарт по приему организованных групп иностранных туристов. А еще усилить контроль взаиморасчетов между российскими и иностранными туроператорами в безналичной форме. В решении вопроса поможет также обязательно аттестация для экскурсоводов, гидов и гидов-перевозчиков с прохождением экзамена, о чем давно говорят. Власти Приморья и представители турбизнеса подчеркивают, что не выступают против специалистов из Китая как таковых, а пытаются защитить рынок от нелегалов и проходимцев. Недостаток заработка на китайских туристах и засилие гидов-нелегалов и серых фирм – это звенья одной цепи. Максим Яковлев, Новости на восьмом. Дополнительные средства на выдачу жилищных сертификатов гражданам, пострадавшим от взрыва дома в поселке Новонежино, решил выделить резервный фонд Приморского края. Об увеличении фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 350 миллионов рублей, часть из которых будет направлена пострадавшим в Новонежино, сообщила замглавы региона Вера Щербина. Напомним, всего в результате взрыва в многоквартирном доме было повреждено 5 квартир. Один человек погиб. Эвакуирован 41 человек. Они в основном расселены по родственникам. В школе номер 27 поселка Смоленинова развернут пункт временного размещения, в котором в настоящее время находятся три жителя дома. Все подстрадавшие получили выплаты. Специалисты продолжают разбор конструкций дома, после чего будет проведена экспертиза и принято решение о дальнейшей эксплуатации здания. Еще четыре новых квартиры будут оформлены для детей-сирот Владивостока до конца года. В настоящее время завершается процесс приемки квартир, приобретенных по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года планируется оформить квартиры в муниципальную собственность и передать новым владельцам. На сегодняшний день по программе жильем обеспечен 21 человек. Две квартиры готовят к предоставлению, а благодаря расширению бюджета на 17,5 миллионов рублей до конца года планируется предоставить жилье еще для четырех молодых владивостокцев, которым жилье положено по закону, то есть всего 27 квартир. Напомним, в этом году полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли от краевой администрации муниципалитетом. Для этого Владивостоку из краевого бюджета выделено почти 100 миллионов рублей. Согласно нормативам, приобретаемое жилье должно быть не меньше 30 квадратных метров. Стоимость одной квартиры составляет около 3,5 миллионов рублей. На базе клинической больницы номер 2 открыли долгожданное отделение гематологии и химиотерапии. Теперь здесь стационар на 50 коек и дневной стационар. Реорганизация и ремонт стоимостью в 11 миллионов рублей сделают лечение нуждающихся в ежедневном наблюдении врачей комфортнее. А новое оборудование повысит качество диагностики и лечения пациентов с заболеваниями крови. Сказать, что краевой гематологический центр давно необходим, будет мало. Это действительно долгожданное событие для людей со сложными заболеваниями. Онкологических коек в крае все так же остро не хватает. В поликлиниках добавили кабинеты первичного приема, но это проблему не решает. Масштабный ремонт и создание больничного отделения на 50 коек в центре вывело помощь на новое качество. Обновили буквально все – от внешней отделки палат до мебели и оборудования. Просторные коридоры, светлые палаты, оборудование отвечает требованиям времени. Капитальный ремонт увеличил площадь палат и процедурных. В каждой палате теперь находится только по два пациента. А самое важное – здесь можно получить высокотехнологичную помощь. На месте проведут иммунофенотипирование, биопсию костного мозга, цитохимию. Площадь отделения гематологии после ремонта и реконструкции увеличилась до тысячи квадратных метров. Это отделение было очень нужно краю. И мы гордимся, что такое отделение появилось на базе именно Краевой клинической больницы номер 2, потому что здесь именно зарождалось лет, наверное, 30 назад именно этот вид помощи. Для нас действительно очень приятно, что наши жители смогут получать не только современную, своевременную медицинскую помощь, но и в период получения этой помощи они смогут находиться именно в современных комфортных условиях. Это немаловажно, потому что именно из этого складывается в том числе и представление пациента о состоянии системы здравоохранения Приморского края. Важно отметить, что все отследования в новом краевом гематологическом центре проводят абсолютно бесплатно. Для удобства сделали отдельный вход для амбулаторных пациентов и повысили доступность медицинской помощи маломобильным гражданам. Здесь предусмотрели все. Также в структуру входит кабинет гематологии и химиотерапии, амбулаторный прием, отбор для плановой госпитализации, как в условиях дневного стационара, так и круглосуточного, отделение плазмов и реза. В кабинете гематологии мы также планируем введение регистра пациентов, собрать всех пациентов Приморского края в один регистр, работать с ним для удобства и обеспечения своевременного лекарственного, обеспечения и диспансерного наблюдения. Школа планируется, открытие кабинета, то есть уже она входит в эту структуру, где мы будем обучать как пациентов, так и родственников. Новый краевой гематологический центр поднимает доступность медицинской помощи по профилю гематология в Приморье до уровня центральных клиник России. А его создание стало возможным благодаря финансированию по краевой программе развития здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Всех россиян, в том числе и приморцев, по окончании рабочей недели ждут три выходных дня. 4 ноября страна отметит День народного единства. Во Владивостоке в рамках празднования пройдет фестиваль «Мы едины». На площади города с 13 до 18.00 будут организованы спортивные и творческие зоны. Любители аудиальных развлечений смогут послушать музыку исполнителей различных национальностей. А гвоздем программы станет выступление певицы Чили. Спортивная программа включит в себя соревнования по мини-футболу, стритболу, единоборствам, игру в городки, спортивный лабиринт и многое другое. Помимо этого, гости мероприятия смогут посмотреть матчи национальных династий и соревнования бойцов ММА. Также на площади Владивостока расположатся шатры с национальными кухнями, зона для проведения мастер-классов по прикладному творчеству и отдельная площадка для участников киберспорта. Кроме того, на сцене состоится презентация национального костюма и театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. В финале творческой программы все ее участники и гости праздника встретятся в массовом хороводе, который станет символом единения всех народов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Готов к труду и обороне. Приморские школьники изучают основы самбо. Машину Голдберга конструировали юные инженеры Приморья на технологическом фестивале «Руками». Победители конкурса «Молодежная инициатива» создали во Владивостоке граффити с изображением Александра Фадеева. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Готов к труду и обороне. Приморские школьники изучают основы самбо. Машину Голдберга конструировали юные инженеры Приморья на технологическом фестивале «Руками». Победители конкурса «Молодежная инициатива» создали во Владивостоке граффити с изображением Александра Фадеева. К 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, где идут исследования и разработки в приоритетных областях науки и техники. На это нацелен нацпроект «Наука». Он предусматривает обновление на 50% приборной базы ведущих научных организаций. Но главное, конечно, кадры. А креативное инженерное мышление нужно формировать у подрастающего поколения с детства. На это нацелен фестиваль идей и технологий под названием «Руками», который прошел во Владивостоке. Одна из фишек фестиваля – конструирование машины Голдберга. Подробности в нашем сюжете. 11 городов России, сотни площадок по различным направлениям – от робототехники до народных ремесел. Тысячи участников и зрителей. Владивосток впервые принял фестиваль идей и технологий под названием «Руками». Цель организаторов – помочь подрастающему поколению найти свой путь в техническом творчестве, дать возможности всем желающим попробовать себя в роли изобретателя. Отдельный блок фестиваля – создание так называемой машины Голдберга. Этот инженерный принцип, знакомый каждому, достаточно вспомнить цепную реакцию падающих костяшек на мину. Участвуют в этом мероприятии дети возрастом от 10 лет. По факту есть дети и поменьше. Главное, чтобы это были дети, способные заниматься подобными задачами, а их там достаточно много. Соревнования эти инженерные. Машина Голдберга – это, в принципе, устройство инженерное, хотя и достаточно, так скажем, специфичное. То есть это устройство, которое не решает какую-то техническую проблему, оно создается скорее для красоты, для шоу, но состоит оно из ряда элементов, каждый из которых требует определенного подхода к проектированию. То есть каждый элемент – это создание его, это некоторая инженерная задача. И, в принципе, для детей, которые никогда раньше не занимались инженерными задачами, решение этой проблемы, создание машины, может стать первым шагом в области будущей профессии, выбора профессии. Машина Голдберга должна уместиться в объеме метр на метр. Механизмы для выполнения цепных реакций, когда шарик должен прокатиться с одного конца машины на другой, школьники создают из обычных предметов – клея, бутылок, палок. Модели ребята разрабатывают сами. У меня отличная команда, состоящая из шести человек. И мы работаем очень слаженно, ну и вот, работать очень интересно. Я уже давно увлекаюсь робототехникой, на протяжении шести лет. И мне очень интересно собирают разные инженерные модели. Мы приняли участие в данном мероприятии, потому что нам интересна тема моделирования. И в принципе мы хотим связать жизнь в будущем с инженерией. Мы строим машину Голдберга вместе с командой из нашей школы. Цель этой, суть которой построить как можно более длинную цепь из подручных материалов. Участники используют стандартные материалы нестандартным способом. Их разнообразие и эффективность зависят только от фантазии инженеров. В нашей команде было очень лениво готовить кашу по утрам. И мы сделали специальную машину Голдберга, которая за нас это делает. Как вы можете видеть, вот есть пустая, практически миска, которая заполнится наивкуснейшей кашей. Вот, давайте мы вам продемонстрируем нашу машину. Давай. Как вы видите, наши машины идеальны. Засыпана каша и засыпана вода. Спасибо всем за внимание. На фестивале свои изобретения и идеи представили увлеченные технологическим творчеством энтузиасты со всего Приморья. Победители регионального этапа отправляются на всероссийские соревнования. Джафар Магрупов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Граффити с изображением писателя Александра Фадеева закончили победители конкурса «Молодежная инициатива» на подпорной стене в районе остановки «Цирк» на улице Светланской. Авторам проекта Павлу Ивановскому, Сергею Матафанову и Павлу Фролову потребовалась неделя усердной работы, чтобы притворить свою задумку в жизнь. Они изначально остановили свой выбор на писателях, связанных с Приморьем и его столицей. Напомним, детство и юность Александра Фадеева, автора знаменитой «Молодой гвардии» и «Разгрома», прошли в селе Чугуевка, а учиться он приехал во Владивосток. Проиллюстрировать изображение решили цитатой из книги «Молодая гвардия». «Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали». Это уже второе граффити серии. Летом во Владивостоке в рамках проекта под названием «Культура в каждый дом. Пусть это будет традицией», на Светландской уже поселился Осип Мандельштам. Напомним, Владивосток стал последним прибежищем в жизни поэта сталинской России. Так называл Мандельштама Владимир Набоков. Цель данного проекта – это культурное просвещение жителей города, а также благоустройство города путем брендинга городской территории. Выбрали это место, потому что проходное, центр города, много людей может оценить наш проект. Мандельштам выбран потому, что он внес большой вклад не только для страны, но и непосредственно побывал в городе Владивостоке. Ставшая уже традиционной ярмарка сельхозпродуктов будет разворачиваться на центральной площади Владивостока каждую пятницу и субботу вплоть до 16 ноября. Традиционные ярмарки на центральной площади города продолжают пользоваться большой популярностью среди владивостокцев. Жители приезжают из разных районов Владивостока, чтобы приобрести здесь нужные продукты, а также запастись всем необходимым для приготовления запасов на зиму. Традиционно в ближайшие пятницу и субботу на сельскохозяйственной ярмарке можно будет приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мед, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей. И к новостям спорта. Приморские школьники изучают основы самообороны. Такие открытые уроки проходят в крае не случайно. Эти упражнения входят в нормативы возрожденного комплекса ГТО. О том, как с помощью приемов самозащиты стать готовым к труду и обороне, рассказывают именитые приморские самбистки. Подробности у Максима Яковлева. Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» после своего возрождения уже крепко стоит на ногах. Про эти нормативы знают сегодня и приморцы, которые теперь по несколько раз в год даже проводят целые фестивали ГТО. Но не все знают, что среди всего списка физкультурных упражнений комплекса есть и самооборона, или более привычная и сокращенная самбо. Об этой дисциплине рассказали именитые приморские самбистки, которые провели открытые уроки для местных школьников. Они очень активно принимали участие, особенно когда узнавали, что самооборона. Они изначально пугались, думали, сейчас их будут кидать, швырять. Но потом они очень внимательно наблюдали, очень внимательно участвовали в этом всем. И в целом очень хорошее впечатление оставили от этих открытых уроков. Нормативы самбо в ГТО были включены в комплекс в 2016 году. Примечательно, что приказ был подписан в честь 77-летия признания самбо спортивным состязанием. С того дня в нормативах появились основные приемы самостраховки, освобождения от захватов, а также защита от ударов. Всему этому как раз и обучали наши амазонки приморских парней и девушек. Эти упражнения включены в комплекс, начиная с четвертой ступени, то есть с 13 лет. Но наличие самбо в нормативах не обязательно, его сдают по желанию. Это, например, хороший выбор для молодежи, которая занимается боевыми единоборствами. Детям рассказывали, какие привилегии дает этот комплекс, что может при сдаче на золотой значок студент, допустим, на военную кафедру поступить без сдачи контрольных нормативов физической подготовки. И детям это было интересно, и я думаю, что это даже их простимулировало. Декада открытых уроков ГТО организована региональным центром тестирования Приморского края. Там отметили, что такие же акции пройдут в школах Приморья и в ноябре. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Разобраться с проблемами китайской туристической мафии, через которую вся прибыль уходит за рубеж, потребовал Владимир Путин. На базе клинической больницы номер два открыли долгожданное отделение гематологии и химиотерапии. Четыре дополнительных новых квартиры будут оформлены во Владивостоке для детей-сирот в этом году. Фестиваль идей и технологий дал шанс Приморцам попробовать себя в роли изобретателей. Победители конкурса «Молодежная инициатива» создали во Владивостоке граффити с изображением Александра Фадеева. Фестиваль «Мы едины» пройдет во Владивостоке в рамках празднования Дня народного единства. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.